Всем привет! Компания NTT.com это японский оператор, крупнейший в стране. Привет сюда несколько своих моделей и это Panasonic E-Logo X-P02E. Модельный номер. Panasonic E-Logo у нас уже была в Европе, в России даже продавалась официальная модель одна, но она провалилась с треском в продаже, так как цена была прям неадекватная и батарейка там проводила. Это уже более старшая модель, 13-2 мегапикселя камера, иероглифы. Здесь у нас антенка для приема местного телевидения. Выглядит точно так по-японски, прямо скажем. Внизу находится физическая клавиши. Меню, домой и назад. Вверху и внизу бортики. Если вы посмотрите поближе, то увидите, как вот так выступает и внизу. На миллиметр, наверное, торчит. Плавиши. Все блестит. В общем, не уверен я, что этот телефон пользовался бы спросом на российском и европейском рынке. Даже несмотря на его хорошие характеристики, все равно внешний вид имеет большое значение. И мы видим, что интерфейс подлагивает. Здесь нормально вот эти столы. А вот тут, где много виджет, ухаживает рамазан. Так, меню приложений. Чисто японское. Ничего не знают, кроме сервисов Google. Музыка. Здесь ничего нет. Переключатели. Так. Дальше тут не работает. Настройки. На телефоне. 412 Jelly Bean. Давайте перейдем к другому телефону. Это Аквасфон Zeta. SH02E. От компании Sharp. Это вот настоящий Аквасфон. Не то, что продается у нас в России. Это какой-то... Я не знаю, что это. Тут какой-то веселый человечек общается с кем-то. Со мной, наверное, не знаю. А, вот, наверное, общение, возможно, с ним. Hello. Вот я с ним поздоровался. How are you? С ним все хорошо. С нами тоже все хорошо. Мы на MBC. Давайте посмотрим на дизайн. Тоже какой-то он такой необычный. Контакты для док-станции в японском стиле здесь. Так. Куда-сюда? А, вот. Наверху отсек. Не могу открыть. Ну, ладно. Здесь для microSD и для японской SIM-карты. Какой-то не нашего стандартная камера. Камера 16,3 мегапикселя. Вот это круто уже. Вспышка. Телефон, судя по всему, водонепроницаемый. Все в заглушках. И это что такое? Не знаю, что это такое. Какая-то крутилка, я не знаю, что-то. А? А, это вот. Это стилус, оказывается. Подсказывает нам. Вот какая. До чего техника дошла. Это и стилус, и одновременно заглушка для 3,5-мм гнезда. Я так думаю, если мы эту заглушку потеряем, то все равно ничего не случится. Так как, по имеющимся данным, такие вот коннекторы не повреждаются от воды. То же самое касается, на самом деле, Xperia V, Xperia Z. Если вы нальете воду в 3,5-мм гнездо, не закрыв отсек, то ничего страшного не случится. Вот так. Тут антенна у нас. Мне этот телефон, честно говоря, напомнил какой-то, не знаю, не буду вставать, трансформер. Какой-то весь такой он необычный, покемонистый, Optimus Prime-овский. Какой интерфейс. Вот этот человечек, он прям тусит на рабочем столе. Меню, кстати, похоже на елубовское. Видимо, это уже настройки самого оператора, такой вот интерфейс разрабатывает. Как мы видим здесь на английском интерфейс. Работает все шустренько, я, к сожалению, не знаю характеристики. Здесь, на стенде, они не представлены. Но мы можем посмотреть на то, как выглядят чисто японские, настоящие японские телефоны. Не то, что у нас пытались и пытаются продавать под маркой Sharp. Вот такой Sharp, честно говоря, я бы, наверное, даже и, если не купил бы, но, по крайней мере, положил бы на него глаз. Давайте еще посмотрим на другие цветовые решения этой модели. Здесь их пять штук. Мы видели полностью белый. Это уже идет красный с черным. Красный такой под дерево, наверное, как будто лаком покрыто. Далее идет уже фиолетовый синий вариант. Темный синий сзади. Под карбон что-то сделано. Это такой же лучший вариант белый. И это... А, ну, значит, вот всего 32 решения. Еще хочу показать вам стенку. Она очень необычная. Здесь игры и различные сервисы от Docomo. Так, так, вниз, вниз опусти. Здесь находится телефон Acosphone EX SH04 уже. Наверное, достать его... Не, нельзя, не получится. Ну, ладно. Далее планшет Medias от NEC Casio. У нас отдельное видео с ним есть. Можете посмотреть. Фишка этого планшета в технологии Haptic. То есть он вибрирует весь полностью, целиком от игр, например. На втором ряду находится SH01 Acosphone Sharp. Что-то похож на Sony Xperine Neo, честно говоря. Здесь Galaxy Tab. Японская версия плашета от компании Samsung. На ней запущена... На нем запущена игра какая-то. Браузерная, кстати говоря. На третьем ряду Aeros V уже от Fujitsu смартфон. Далее Tales of Kizna. Серия Tales of очень популярна. Здесь у нас Xperia Z уже. У меня, кстати, тоже Xperia Z. Давайте сравним, чем отличается японский вариант от западного. Ну, ничем он не отличается, кроме цвета. Я бы очень хотел достать его и сравнить экраны, например. Вы сейчас можете видеть, что здесь серая полоска, а здесь черная. Но здесь серая полоска, она специально сделана такой серой. Вот. Ну и на самом верху мы видим телефон Necasio Medias еще один. У него большие фактические клавиши под экраном. И перейду еще на левую все стенки. Вверху у нас что-то связанное. Планшет от Fujitsu. Тут планшет Neck. Тут правая. Двухэкранный телефон. Это только устройство, который мы привезли сегодня. Это смартфон с двойной экраном. Кстати говоря, компания Neck запрещает снимать этот телефон у себя на стенке. Но это TD.com и никто не запрещает. А самое классное находится на втором ряду. Здесь телефон от Neck в стиле One Piece. Видим там и планшет с картинкой из-за Наруто. Но One Piece это наше все. Он гораздо круче. Использует один из игроков. Пожалуйста, играйте сам по игрокам. Вот такой телефон. Манга. А это японская версия Xperia V. Используется основной портал из игроков. Давайте еще раз я отойду и покажу, как этот красивый стенд выглядит со стороны. Tacoma Marketplace. Вот мы здесь все вам показали. Интересный товар привезла компания сюда, в Барселону. И что мне понравилось. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.